В куларах Верховной Рады всю неделю витают разговоры о введении военного положения в Украине. В то же время на территории Донецкой и Луганской областей уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Чего ждать одесситам и какие ограничения подразумевает введение того или иного режима, расскажет Александр Павлов. 26 января правительство Украины объявило о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях страны – Донецкой и Луганской. Кто-то из экспертов одобрил, у кого-то эта формулировка вызвала недоумение. По их мнению, в пору говорить о введении там военного положения. И действительно, месседж о военном положении для некоторых, либо вообще для всех областей, буквально витает в последнее время в информационном пространстве Украины. Поговаривают о том, что соответствующие документы уже подготовлены и ждут своего часа. Политолог Василий Попков считает, что введение военного положения – это мера хоть и по-своему действенная, но к ее использованию следует подходить очень взвешенно. Военное положение – это практически вообще прекращение всех демократических процессов в стране. Это практически полностью отсечь страну от интернета и так далее. Это практически ввести все вплоть до комендантского часа, проверки документов и обысков в любое время, в любом месте и по любому желанию, скажем, комендатуры и так далее. Это, по сути дела, переход к управлению страны военными властями, не гражданскими властями. Сами военнослужащие говорят, введение военного положения – это не только дополнительные полномочия и концентрация ресурсов для вооруженных сил. Это еще и ограничение для гражданских. Когда вводится военное положение, тогда наступает соответствующее ограничение для гражданских лиц, независимо от военнообязанных, невоенных. То есть там ограничение вводится в запрет митингов, проведение митингов, демонстраций, забастовок и так далее. То есть тогда есть соответствующее нарушение прав, которые предусмотрены и санкционированы законом, а именно и Конституцией. Психолог Олег Шматков уверен, в случае введения каких-то ограничений жители Одессы панике поддаваться не будут. Менталитет не тот. Я считаю, что Одесса – это одни из немногих, которые, вот даже когда был дефолт, такой хороший пример, да, Одесса – одна из немногих, ну как бы, да, ну как бы, город, где все-таки бизнес продолжался. Когда там были проблемы в Киеве и в других городах, и кто помнит дефолт, да, там, как бы, многие уезжали, а Одесса все-таки худо-бедно, это дефолт, в отличие от всех, пережило там, и многие, как бы, да, там, агентства по недвижимости продолжали работать, сдавать квартиры и так далее. Хотя в других городах, ну, паника была больше. Определенные ограничения существуют и сейчас из-за мобилизации. В момент начала объявления особого положения у нас на сегодняшний день в Украине особое положение в связи с началом мобилизации, то вопросы изменения места жительства обязательно согласовываются с комиссаром. То есть то лицо, которое хочет выписаться с одного адреса и прописаться в другой, должно явиться, соответственно, получить, уведомить комиссара и получить соответствующее подтверждение, что он уведомлен. А вот введение военного положения может повлиять и на международные отношения Украины. В частности, это создаст проблемы для получения кредитных средств. Есть и другая угроза, говорят политологи, полномасштабной войны. Что касается внешнеполитического аспекта тоже. Как правило, то государство, которое втягивается в ситуацию военного положения, это государство, которое с неизбежностью тащит за собой остальные страны, которые так или иначе заинтересованы, допустим, в поддержке его, которые так или иначе разыгрывают карту этой страны в каких-то своих геополитических играх и так далее. То есть, как правило, воины такого класса, пусть даже они локальные, они не носят локального характера. Учитывая всевозможные варианты развития событий, связанных с ситуацией на востоке Украины, эксперты говорят, сидеть сложа руки нельзя. Но действовать необходимо крайне рассудительно. Поэтому, мне кажется, сейчас очень многое зависит от политического руководства Украины и лично от президента, я так считаю. И здесь, мне кажется, необходимо принять очень такое мужественное решение, не идти на поводу наиболее воинственных, таких наиболее экстремистских сил, принять на себя очень серьезное ответственное решение, какое это действительно перейти к политике мира, ну не просто вот мира, ребята, давайте жить дружно, а знаете, такого жесткого железобетонного мира, который четко, жестко обозначит, в общем-то, все границы, учтет все интересы, снимет все эти интересы, какие бы они ни были, и создаст достаточно мощную, четкую инфраструктуру мира, которая в конце концов прекратит кровопролитие. Тем временем во всех областях Украины продолжает действовать режим, усиленный охраной правоохранителями стратегических объектов. Александр Полуев, Сергей Чумаков, Кристина Кондратьева, 7 канал.